Переезд сосекских в Калифорнию кардинально изменил жизнь принца Гарри, что заставило его научиться жить в новой реальности. Спустя несколько месяцев после того, как Гарри и Меган обосновались в Монтисито, королева Елизавета II запретила своему внуку носить военную форму, а также монарх лишила его нескольких званий. Стоит отметить, что практически любое государственное мероприятие предполагает, что мужчины британской короны должны предстать перед публикой в парадной форме, для многих из которых такая одежда включает в себя мундир. Буквально на днях источники заявили, что принцу Гарри разрешено надеть военную форму на похороны, хотя он даже и не мечтал о такой привилегии. Он просто был готов носить все, что приказывала ему бабушка. Но сейчас он сосредоточен на том, чтобы почтить ее память, вот и все. Если они захотят, чтобы Гарри был в форме, у меня нет оснований думать, что он откажется от такого предложения, утверждает инсайдер. Более того, источник уверен, что возмущения некоторых поклонников по поводу его внешнего вида на предстоящем мероприятии кажутся смехотворными, ведь принц Гарри является человеком, который действительно посвятил много лет своей жизни военной службе. Герцог Сосекский служил на благо своей страны и пользуется большим уважением в армии вооруженных сил, ведь он сделал очень много для ветеранов. Важно, чтобы внуки королевы чувствовали себя желанными. Они должны находиться в комфорте, когда вместе скорбят о своей любимой бабушке, объяснил источник. Сообщается, что в субботу вечером все восемь внуков королевы, включая принцев Гарри и Уильяма, будут участвовать в церемонии бдения принцев. На протяжении 15 минут королевские представители будут дежурить около гроба с телом Елизаветы II. К слову, принцессы Беатриса Евгения, Зара Тиндал и Питер Филлипс, леди Луиза и Джеймс, Виконт Северн также примут участие мероприятие, которое пройдет в Вестминстер-холле. Будет справедливым отметить и то, что, если принцу Гарри было разрешено надеть военную форму на церемонию бдения, то принц Эндрю, который обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней американки, такой привилегии не получил. После смерти Елизаветы II, дети принца Гарри и Меган Маркель, сын Арчи и дочь Лилибет, должны были получить титулы принца и принцессы, а также обращение его и ее королевское высочиство. Однако Карл III не упустил очередной возможности насолить неугодным родственникам. Новый монарх воспользовался своим положением и лишил принц Гарри, Меган Маркель и их детей оставшихся у них привилегий. Сообщается, что сын покойной королевы не подписал соответствующий указ, изданный более века назад королем Георгом V, король предоставит внукам право быть принцем и принцессой, но без привилегий. Так, например, Арчи или Лилибет не могут претендовать на усиленную охрану. Тем временем наследники принца Уильяма и Кейт Мидлтон были удостоены всех положенных им званий и почестей с личного разрешения Елизаветы II. Источники из близкого окружения сосекских уверяют, что Меган пришла в ярость, когда узнала о решении короля. Принц Гарри, в свою очередь, надеется на пересмотр решения отца и планирует провести с ним встречу тет-а-тет. В Лондоне состоялось траурное шествие в честь покойной Елизаветы II. Жители Великобритании собрались у Букингемского дворца, чтобы проводить королеву в последний путь. В процессии приняли участие король Карл III, принц Уильям, Кейт Мидлтон, принцесса Анна, принц Эндрю, а также принц Гарри и Меган Маркель и другие. Во время шествия герцог и герцогиня сосекские крепко держались за руки, что запрещено королевским протоколом. Однако эксперт по языку тела Инбаал Ханнигман поспешил объяснить, что такое проявление чувств на публике позволительно для принца Гарри и Меган Маркель, ведь они уже не являются старшими членами семьи монарха. Их руки готовы переплетены, они всегда готовы поддержать друг друга эмоционально и помочь пережить утрату, отметил Ханнигман. Напомним, что принц Гарри и Меган Маркель отказались от своих королевских обязанностей в январе 2020 года из-за непрекращающихся проблем, таких как пристальное внимание СМИ и внутренние конфликты в семье. С тех пор публика особенно тщательно анализирует каждый шаг пары во время громких мероприятий. Так, после смерти Елизаветы II Меган Маркель упрекнули в том, что она возлагает цветы на показ и прячет под одеждой микрофон, чтобы затем вставить частные беседы с родственниками в реалити-шоу на Netflix. Они часть процессии, не слишком ли много ожидать, что они будут следовать правилам, написал один из комментаторов в сети. Да, принц Гарри только что потерял свою бабушку, но его работа в качестве сына короля сейчас важнее, чем его горе парировал Ханнигман. Карл III изящно почтил память своей первой супруги, выступая с публичной речью после смерти матери. Новый монарх в своем официальном обращении к нации затронул несколько важных вопросов. Своё выступление король начал словами, адресованными Елизавете двумя. Новый монарх произнес трогательную речь в честь покойной матери и процитировал отрывок из Гамлита, да будут воспевать тебя ангелы до твоего упокоения. Телеведущая Дон Ниссон заметила, что эта цитата также звучала на похоронах принцессы Дианы. По словам журналистки, таким изящным способом Карл III выразил уважение своей первой супруге, принцессе Диане. Эта фраза из Гамлита, также была прочитана на похоронах леди Ди. Поэтому мне интересно, не было ли то, что он, Карл III, выбрал именно эту фразу, тонким упоминанием и данью уважения его покойной жене, поделилась Ниссон в эфире Sky News. Кроме того, сын Елизаветы II объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Его супруга Кейт стала принцессой Уэльской, когда нее именовали Диану. Новый монарх также упомянул в своей речи своего младшего сына принца Гарри и его жену Меган Маркель. «Я выражаю свою любовь принцу Гарри и Меган, они продолжают строить свою жизнь за границей», — сказал он. Принцы принцессы Уэльские еще в начале лета признались, что планируют переехать поближе к Вэй-Эндзорскому замку в коттедж Аделаида, чтобы Уильям мог проводить как можно больше времени со своей бабушкой, Елизаветой II. В последнюю неделю августа им удалось перевести вещи, но британская королева так и не вернулась из отпуска, который проводила летом в шотландском замке Балмарал. Дети пары отправились в новую школу Эламбрук, но теперь само переселение в новый дом похоже под вопросом. Инсайдеры из окружения монаршей пары рассказали изданию The Telegraph, что Уильям и Кейт Миддлтон дали понять придворным, что они хотят избегать дальнейших потрясений для детей, а потому окончательный переезд пока решили отложить на неопределенный срок. Один из знакомых принца и принцессы Уэльских также подчеркнул, они не будут начинать с нуля, когда дело доходит до решения о том, где жить, поскольку они потратили на переезд слишком много усилий и годами обсуждали это на семейных советах. Просто они не хотят, чтобы их детям приходилось еще сложнее, чем сейчас, после смерти любимой прабабушки. Они знают, что будут счастливы в Виндзоре, и в течение следующих десяти лет будут жить так, как считают правильным для воспитания детей. Накануне Кейт Миддлтон рассказала одной из жительниц Великобритании, пришедшей почтить память Елизаветы II, как ее младший сын, четыре-летний принц Луи отреагировал на смерть Елизаветы II. По крайней мере, она теперь рядом с прадедушкой, такие трогательные слова произнес малыш. Принц Гарри вместе с Меган Маркель, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон посетил в минувшую пятницу Виндзорский замок, чтобы лично поблагодарить поколонников королевской семьи, которые собрались со всей Великобритании почтить память покойной Елизаветы II, теперь без нее там, в Виндзорском замке, одиноко, отметил герцог Сосекский в общении со скорбящими. В какой бы комнате она ни находилась, повсюду чувствовалось ее присутствие, продолжил принц Гарри. Он особенно тяжело переживает потерю, поскольку всегда был по-семейному близок с бабушкой, обожал ее чувство юмора и знал, что она поддержит его в любой ситуации. Напомним, что визит в Виндзор 9 сентября стал первым за два с половиной года совместным публичным выходом FAB4 «Великолепной четверки» принца Уильяма, принца Гарри, Кейт Миддлтон и Меган Маркель. Один из королевских инсайдеров отметил, что идея воссоединения принадлежит Уильяму. Именно он отправил брату и его супруге приглашение. «Сосекские предложения приняли. Мы им так благодарны, обе стороны сделали все возможное для королевы», заявил сотрудник Букингемского дворца в беседе с британскими СМИ.